Всем привет! Это программа Рейтинги звезд. Меня зовут Ассоль и со мной в студии главный редактор портала woman.ru Юлия Воронова. Юля, привет! Привет, Ассоль! И если мы собрались вместе, значит нам точно есть, что обсудить. Юля, какая сегодня тема рейтинга? Тема, как всегда, интересная, увлекательная, но сегодня она еще и особенно горячая, потому что мы обсуждаем самых сексуальных представительниц российского шоу-бизнеса. Я уверена, что эта тема будет интересна каждому. Вот и выясним, что же такое женская сексуальность. А кто у нас сегодня будет в гостях, расскажет Юля. А в гостях у нас как раз-таки одна из самых сексуальных представительниц нашего шоу-бизнеса. Талантливая певица, красавица. И я бы добавила, что это самая сексуальная мамочка нашей страны. Я думаю, что многие уже догадались, что речь идет не о ком ином, как об Анне Седоковой. Мы приветствуем в нашей студии прекрасную, талантливую, обворожительную, ослепительную во всех смыслах слова. Сегодня Анна Седокова. Анечка, привет. 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 Спасибо, что пришла. Спасибо, что дождались. Мы не могли тебя не пригласить, потому что ты в рейтинге самых сексуальных женщин. Это тебе льстит, скажи? Я безумно горжусь этим, потому что мне кажется, что сексуальная женщина, это означает желанная женщина. И для меня это большая честь. Что-то ты делаешь, может быть, для того, чтобы быть желанной и сексуальной. Помимо платьев, блесками и декольте. Ты знаешь, мне кажется, кроме всего этого, нужно оставаться быть женщиной, и что немаловажно. И в какой-то момент стать слабой женщиной. Ведь таких, знаешь, стать, чтобы твоя женская составляющая все-таки переваливала мужскую. А это очень сложно в наше время. Но вот самое удивительное, что на этих весах, на которых вот так много всего балансирует, балансирует на них еще, это ни для кого не секрет, трое детей. Один из которых совсем крохотный маленький Гектор. А мы же тебя не поздравили с рождением. Спасибо большое. Поздравляем. Да, я думаю, что... А ты мать-героинь. Королева-мать. Вот так мы тебя теперь будем называть. Мама-кошка меня моей фанатой называют. Мама-кошка. Когда у меня, когда меня, я сказала подружкам, что беременна, они говорят, ну вот ты как кошка уже прямо совсем, говорю, застыну. И говорю, так, девочки, я... Я... Ты знаешь, для меня... Вот сейчас ты меня поздравляешь. Мы все поздравляем, Аня. И я понимаю, что... Как такое могло со мной произойти? То есть не то, что, знаешь, я там как-то... Вот как так получилось, у меня трое детей. Это не была какая-то преднамеренная акция. Я просто все время до безумия хотела большую семью. Аня, я тем временем вернусь к своему вопросу. Давай. Так как же, можно быть успешный, self-made, популярный, какой-то востребованный, рулить бизнесом и так далее, но при этом еще воспитывать детей, ни одного, ни двух, а трех, а может быть даже больше. Но как при этом оставаться как раз, как ты сказала, желанной женщиной, которую хотят и миллионы, и какой-то один вот тот, который нужно. Здесь в чем секрет? Вот честно вам расскажу. На самом деле, нужно себя любить. Вот как бы мы... Вот сейчас я могу вам тысячу раз рассказывать о графике, о планировании, о всех делах, но нужно любить себя. Проблема нас и наших женщин, и моя в частности, в том, что забываю обо всем. И когда я себя, значит, вижу в зеркале, понимаю, что я стою, значит, тут какая-то штанина растянутая, а тут это, тут дулька на голове, и тут, значит, дети причесанные, красивые, бизнес вроде в порядке, но я выгляжу с зеленого цвета, стою. Я себе говорю, стоп, хватит. Поэтому тут как бы очень важно понимать, что... Я давно поняла, что у счастливой дети могут быть только у счастливой мамы. Ты потрясающе выглядишь сейчас буквально, вот мало времени прошло после рождения третьего ребенка. И выпускаешь невероятный сексуальный клип, где ты, ну, просто в снышевательном виде. И за что тебя начинают ругать, ругать и просто вот, ну, как бы, втаптывать и говорить, ну, как же так, ты же мать, ты же мать, вот это вот, ты же, ты же мать, как ты можешь быть сексуальной, зачем, ты все, родилась, иди дома. Ну, пишут даже другие вещи, вы еще очень полайт, как, очень нежные, и опишут, что как вам не стыдно, ваши дети смотрят, и вот что живое, то есть иногда ты начитаешься и понимаешь, что... Ой, ну, опять же таки, у меня был момент какой-то, я так люблю о нем говорить, когда я начиталась, начиталась и, собственно... Комментарии. Да, комментариев, когда после какого-то очередного видео или какой-то фотографии, когда писали, я сказала, что все, теперь я буду, буду другою. Я хочу, чтобы видели другое, не хочу больше этого хейта и всего. И, значит, помню, в пяти фотосессиях я попросила закрывать меня, приносить какие-то закрытые вещи. Я взяла, значит, какого-то стилиста, который рассказывал, что все, что я носила, отстой, и это все вульгарно и плохо, и, значит, все, и, значит, так нарядили, так надели. Тут пальто, там шарф, там это, тут, значит, дулька, тут смой, тут не крась, все. И, значит, в какой-то момент я поняла, что я подхожу к зеркалу, а там меня нет. Это не ты. Ну, то есть, понимаешь, и, ну, нет меня. Ну, вот, я думаю, что с этим тоже сталкиваться. И я подумала, а счастливая ли я в этом вот... Ну, вот премию самая стильная я не выиграла. Ну, то есть, знаешь, казалось бы... С этим фантастическим стилистом. С этим фантастическим стилистом, фантастическим образом. Больше любить меня не стали. И потом, я когда насмотрелась на себя, поняла, ну, я такая. Ну, пора себя принять. Пора себя принять полнее на 10 килограмм после родов Гектора, после рождения. Пора себя принять вот такое вот с декольте, любящее, обтягивающее платье, длинные волосы, алые губы. И, ну, я такая. Ну, природа меня создала такую. Не знаю, жизнь меня создала такую. И, вы знаете, опять, ну, к теме сексуальности, которые я тоже, я готовила с передачей, и поняла, что я хочу с вами это обсудить очень сильно. Значит, что произошло? Я объявила конкурс. Конкурс на... Да-да-да, я знаю, в Инстаграме. Сделайте так же, снимите видео такое же, как у меня, на тему видео, на тему клипов. Там так интересно вообще. 90% работ, которые я смотрю, я не могу запостить. Ага. Потому что... Слишком? Угу. Я понимаю, что мы должны учить быть сексуальными. Понимаешь, о чем я говорю? Прекрасно. И мы должны рассказывать. То есть у нас сейчас либо вот так вот, либо так. То есть у нас нет такого. Либо ты, значит, монахиня, ты ничего, никто, либо ты, значит, все уже, проститутка. То есть у нас вот этой вот середины, мы ее не позволяем себе о том, что как раз вы говорите, что вот женщина, если она родила, все. Некрасивая, нежеланная, сиди дома, расти детей. То есть мы, видимо, первый раз мы должны позволить себе, второй мы должны воспитывать и говорить, что так красиво. Есть же миллионы примеров. Каждый раз, когда меня хейтят, я пишу, говорю себе, Моника Белучи, Моника Белучи. И мне как-то это все уже не кажется большой проблемой. Мне кажется, всегда нужно ориентироваться на тех людей, как сказала Бейонсе, play to your crowd. Она сказала, и она... Ну, всегда будут люди, которым ты будешь не нравиться. Тридцать человек посмотрит, скажет, что она в жутком блестящем костюме пришла. Там, не знаю, кто-то скажет, что мои волосы не идут к этому осветительному прибору. Кто-то скажет, что я сама Лола чужина. Знаешь, если тебе изначально не нравится человек, ты найдешь любой момент, к чему придраться. Прежде чем мы приступим к обсуждению наших героинь рейтинга, я задам все-таки вопрос, потому что мы ходим как-то вокруг да около. По твоему мнению, каково вообще определение женской сексуальности? Что это за набор качеств, которые делают женщину желанной? И еще вопрос, должна ли она быть красивой, чтобы быть сексуальной? Как тебе кажется? Скорее да, чем нет, но отвечаю на первый вопрос. Должна быть красивой, но откуда у нас красота-то рождается? Ну, я так считаю. Красота у нас — это уверенность в себе. Это первое, что мы все должны знать, верить. Мы должны все, каждая из нас, должны сидеть сейчас вот в такой короне. Вот это вот надела ее с утра и вышла. Ты уверена в себе. Но откуда уверенность в себе появляется? Вот откуда? Откуда. Откуда? От того, что ты что-то по-настоящему умеешь делать, и в чем-то ты профессионал. Это не пустая уверенность в себе. Это уверенность, основанная на фактах. В достижениях каких-то. В достижениях совершенно. Над работой над собой. Да. Поэтому сначала, изначально работаешь над собой, появляется уверенность в себе, появляется красота, сексуальность и вот подача это. Понимаешь? Это называется «Мудрость» от Анны Седаковой. Да. Рубрика была у нас. Теперь мы можем перейти к нашему рейтингу. Это программа «Рейтинги звезд». И мы обсуждаем самых сексуальных представительниц шоу-бизнеса. Начинаем мы, Аня, с твоей бывшей коллеги Надежды Грановской. Надя совершенно уникальный человек. С такой харизмой потрясающей. Я помню, когда впервые с ней познакомилась, я удивилась, что это за женщина. Потрясающе танцует. Вот невероятно владеет и телом, и энергетикой. И вот мы недавно виделись, и у нее есть свое мнение по каждому вопросу. Но она настолько какая-то жадная и жаркая. И вот, кстати, по вопросу, когда я помню, никогда не забуду, когда мы летали с Надей, у Нади всегда были самые толстые книги, самые сложные. И что говорит о том, что ее сексуальность, она была еще основана на прочтении Тотомов Толстого. Знаешь, удивительно. А что удивительно лично для меня, и то, что, мне кажется, вас с Надеждой роднит, помимо выступлений в составе того легендарного коллектива, так это тот факт, что у вас же у обеих по трое детей. Да. То есть она также мама, которую можно назвать многодетной вообще, которая воспитывает детей. Никто, я думаю, не сомневается в том, что им хватает и любви, и внимания, и заботы. Но при этом, опять же, она остается вот такой вот волнующей и желанной. Женщина вам, можно сказать, про Надежу? Вот я бы так и не сказала. Вот это я бы не сказала. Понимаешь, кажется, что она вам, но она вообще не вам. То есть она настолько душевная. Но это ты знаешь уже изнутри. Да, но вот несовпадение картинки, видишь, какое бывает. Потому что я общалась с ней лично, я брала у нее интервью. И меня как раз поразило то, что это человек какой-то, женщина какой-то невероятной мягкости и теплоты, и это не наигранно. Это то, что от нее идет вот как от какой-то вот такой вот электростанции. Это такое вот сильное, мягкое и очень доброе тепло. И мне кажется, что вот это тоже одна из таких вот вещей, над которыми стоит работать. Это правда. В эфире программа «Рейтинги звезд» и мы обсуждаем самых сексуальных представительниц шоу-бизнеса. Следующим номером программы Екатерина Варнава. Это моя любимая женщина. Я вас сразу предупреждаю. Я ее просто обожаю. И настолько... Как можно быть настолько... Вот она абсолютно такая же. очень открытая, очень добрая, до безумия. Мы снимали вместе проект «Вселенная», где Катя впервые рассказала мне в интервью. Кстати, спасибо вам большое за поддержку, за то, что вы нас поддержали. Я очень благодарна. Как раз там были истории, эти пять женских историй. Ты выступала как режиссер. Да, как режиссер, и как, собственно, задавающий вопросы человек. И вот Катя впервые рассказала как раз о свадьбе скорой с Костей у нас, и о том, о ее любви. И я вижу, насколько Катя поддерживает и обожает своего мужчину. И это какая-то... И ее красота. И я вот... Каждый раз, когда мне становится трудно, ко мне приходит смс-ка от Кати Варнавы. Вот я не знаю, как Катя чувствует. Притом мы не близкие подруги. Мы не общаемся каждый день. Мы не... Но вот настолько Катя чувствует такой какой-то момент, когда нужно написать и поддержать. И там будет миллион сердечек. Там будут все враги. Она всех победит. Она всех побьет. Выиграет для меня, для человека, который, по сути своей... Ну, как бы не так много значит в ее жизни. Но это, мне кажется, вот эта вот абсолютная позитивность, открытость. И вот это вот... Это она, да. И она тело ее божественное. Ноги эти просто невероятные, которые у Кати. Тут только селфики, но ноги это что-то. Так помимо ног и, собственно, и глаз, и такой яркой внешности, у Кати просто феерическое чувство юмора. И в этой связи у нас есть, вот, например, тоже такие два лагеря. Вот одни считают, что женщина должна быть такой вот... Девочкой-девочкой. Девочкой-девочкой, да. И как бы шутить... Сарказм, ирония, юмор. Такие вот убийцы секса вообще. Убийцы сексуальности, так скажем. Вот ты так считаешь? Очень важно, чтобы женщина относилась к себе очень... Ну, как это там, с юмором. Самая ирония. Самая ирония, спасибо. То есть так, как иронизирует Катя над своим носом, волосами, ногами, внешним видом, так вообще, мне кажется, ну, и настолько оно ее... Хотя я понимаю, что где-то пронцепляет, и где-то что-то. Ну, если уж вот так вот. Да, ну, значит, вот так. Знаешь, как говорил Ларри Кинг в книге, в которой я одну из первых прочла, как вести себя, как говорит, с кем угодно, там называется она, и он говорит, я когда был радиоведущим, я вышел и понимал ничего, что ничего не знаю, был у него первый эфир, и он говорит, я вышел и сказал, здравствуйте, меня зовут Ларри Кинг, я ни черта не знаю, у меня сейчас ноги подкосятся, и я сейчас умру, и сейчас я первый раз в эфире. И это подкупила! Конечно, конечно. Мы снова приветствуем вас в студии программы «Рейтинги звезд» и обсуждаем мы самых сексуальных представителей с шоу-бизнесом. И следующей героиней нашего рейтинга будет Елена Перминова. Опять-таки, мама троих детей. И невероятная красавица. Невероятная. Ну, на этот раз блондинка. У нас уже было несколько темноволосых девушек. Лена, так скажем, не итальянка совсем внешне. Но что ты скажешь о ней вообще, вот о ее образе? Лена, пример, женщины, которой мне всегда хотелось быть в плане настолько как-то бороться за свое счастье, знаешь? То есть настолько настолько сражаться, настолько любить своего мужчину, несмотря ни на что. Настолько быть потрясающей мамой. И это, ты знаешь, никогда не сдаваться. То есть она как раз такой трендсеттер. И трендсеттер она позиционирует. И потрясающие вещи быть мамой, быть красивой женщиной, заниматься спортом, любящей женой. Никогда не сдаваться, обожать своего мужа, делать с ним какие-то сумасшедшие вещи. Танец ты имеешь в виду, наверное. Одновременно самая сексуальная все-таки она для него. И это четко, явно прослеживается, видно, что он самый-самый главный мужчина в ее жизни. Это здорово. Лена Перминова, как знают вообще все ее подписчики в Инстаграм, она, например, с недавних пор увлеклась полдэнсом. То есть она работает над собой еще и вот таким вот образом. И как раз хотелось бы поговорить о том, насколько нужно стараться, когда ты, казалось бы, у тебя все уже есть. У тебя уже есть прекрасная семья, у тебя есть уже статус, у тебя есть прекрасный, любящий тебя муж, замечательный человек. Расслабляемся. В мире, в котором живет Лена и в котором живет ее муж, невероятная конкуренция. А, Нечка, а где ее нет? Где ее нет? На самом деле, я не представляю, что значит быть замужем за известным рэпером. Я просто не представляю. Нет, в том плане, что его постоянно показывают по телевизору, и ты понимаешь, что на каждой гастролях найдется обязательно какие-то пару женщин, которые хотят с ним переспать. Есть не просто известные, а еще когда вот он мужской, вот как раз со стержнем и сексуальный. Конечно, это не просто, но конкуренция везде. А что, в простом городе не в Москве? Там, где один, может быть, один вот работящий тракторист, все остальные выпивают. Я не представляю такую, наверное, ситуацию сейчас зрители. Ворд-канала, ворд-фэшн. Но, тем не менее, мы говорим о жизни. И что делать, вот, ну, скажем там, в такой ситуации? Конкуренция будет всегда везде. И, конечно, много красивых женщин, и моделей, и актрис, и певиц. Всегда это будет. Ну, вот, сейчас я скажу, но этим самым, тем, что делает сейчас Лена, Лена построила свой собственный фундамент. И когда это как раз пример той женщины, которая сделала это сама, и теперь от нее фиг уйдешь. Ты понимаешь? Потому что теперь уже неизвестно, кто чей муж и кто чья жена. Теперь, возможно, этот мужчина уже бывший муж будет Леной, понимаешь? Потому что Лена настолько яркий персонаж, и настолько уже самодостаточный. Я понимаю, о чем говорит Аня, и я понимаю, о чем говоришь ты. Конкуренция, в принципе, высока. В определенных кругах, которым как раз принадлежит чудесная семья Лебедевых, она высока, но там и требования на всех возлагаются очень большие. Как раз, как Аня очень мудро замечает, здесь действительно ты не просто поддерживаешь свой статус, но ты работаешь на свое развитие. Вкладывайте в свое развитие. Вкладывайте не в шмотки, не в туфли, а вкладывайте в, не знаю, в образование. Вкладывайте в свое, не знаю, тело. Вкладывайте в то, чтобы тебя знали и любили и уважали за что-то, помимо того, что ты жена просто богатого мужчины. Вкладывайте, и тогда этот мужчина посмотрит и подумает, эй, а зачем мне какая-то пустышка, если у меня есть божественная богиня, которая рядышком со мной и делает мою жизнь намного ярче. Женщины разные нужны, женщины разные важны. И в рейтинге, который нам предоставил сегодня портал woman.ru, представлены абсолютно разные героини. И блондинки, и брюнетки, и очень высокие, тонкие, стройные модели, и очень интересные и фигуристые, и фактурные девушки. Например, Анастасия Квитко. Да, Анастасия Квитко. Кто не знает Анастасию Квитко? Прославилась своими формами на весь мир. Вот насколько ты знакома вообще с Настей? Удивительно, я узнала о ней из комсомольской правды. То есть вы понимаете вообще, что я сейчас сказала? Гремит слабо на всю страну. То есть это не инстаграм девочка, это не, несмотря на это, то есть возможно база, но она приобрела широкую популярность среди, среди широкой публики. И на самом деле, ну, мне очень нравится. Я очень рада, что Анастасия поломала эти какие-то стереотипы. Все кто-то говорит, вот она там подделывается, что-то. Да нет, мне кажется, даже я видела Кардашин, и она совершенно по-другому выглядит. А что ты имеешь в виду? Ну, то есть у Насти какие-то свои вот, какие-то свои... Мы имеем в виду тело сейчас? Да, свое тело. Ну, мне кажется, что мы же не знаем, как Настя разговаривает. Ну, мы в Уманру на самом деле знаем. И расскажите. Да, потому что мы очень дорожим нашими теплыми отношениями с Настей, потому что, собственно, мы были, наверное, пожалуй, одним из первых, если не первым, первым ресурсом, который вступил с ней в контакт, скажем так. Настя делится с нами много вообще, чем происходящим в своей жизни. Например, вот я не знаю, насколько вы в курсе того, что, например, она там в Америке выпускает косметику, у нее есть своя именная линия. Да, и, собственно, она даже... Она живет в Майами. Она живет в Майами. Переехала уже. У нее же, по-моему, в Инстаграме больше 6 миллионов подписчиков. Уже давно прошли времена, когда ты была просто красивая, и тебе этого было достаточно. Этого было достаточно. Сейчас это никому вообще не интересно. Я каждый день говорю дочке, все мы одинаковые, у нас у всех есть женщины, тело, грудь, все недостаточно. Ну, а как вот вместе с тем вот тоже бытует в последнее время такое мнение, что вот есть там огонь, звездное небо и, допустим, вот форма Анастасии Квиткона, которую можно смотреть бесконечно, собственно, и не нуждаясь в каком-то там наполнении. Здесь, мне кажется, тоже еще надо все-таки... На это намеренно делается акцент. Все-таки вот на... Грех на это не делать акцент. Конечно, да. Если есть такие формы. Не знаю, мне кажется... Ну, вот опять-таки, видишь, судя по тому, что Анастасия уже там, это все-таки говорит о том, что сложно есть здесь. Кто нам сказал, что мы постоянно должны худеть? Худеть, 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 и тогда будет нам счастье. Я абсолютный противник вот этого постоянного худеть и абсолютно считаю, что это не приносит счастья. Аня, я хочу сказать, вот какой вывод лично я делаю, потому что есть люди, которые страдают, допустим, от излишней худобы. Есть люди, которые страдают от вес. Просто именно когда ты в комфорте сама с собой, а ты, например, абсолютно в комфорте сама с собой, это чувствуется просто вот на всех абсолютно уровнях, и поэтому с собой просто рядом даже сидеть приятно, потому что... Да, мне с вами, знаете, как... Потому что так, ну, я не знаю, вот настолько расслаблено, гармонично. Но вот человеку комфортно самому с собой в своем собственном теле, и это прекрасно. Спасибо вам большое. Нет, спасибо тебе огромное о том, что ты говоришь об этом, о том, что тебя слышат, о том, что ты часто об этом напоминаешь вообще, чтобы просто хотя бы хоть как-то стронуть это в головах. Анечка, что посоветуешь и пожелаешь нашим зрителям? С вами было потрясающе интересно, хочется продолжать и продолжать говорить и разговаривать. Я чего желаю всем? Даже когда грустно, не сдаваться. И мне кажется, что вопрос в том, что, ну, не получилось в этот раз, получится еще раз. Значит, не сдавайте, сидите вперед, поправляйте. Помните, как я вас учила всегда встали, выпрямили спинку, поправили корону красивую. Помните, что никому не нужны побитые грустные кошки и вот эту нудятину. Поправили корону и вперед. Аня, спасибо огромное, что ты пришла, что ты озарила, что ты согрела, что ты сказала так много правильных, замечательных вещей. Спасибо тебе огромное за это, за этот замечательный эфир, за твою искренность, за твоё признание. Простите, что вырвалась у вас в эфире. За твою ослепительную красоту. Ты потрясающая. Спасибо. Спасибо за ту мудрость Анны Седоковой, которую ты несешь людям и делишься тем опытом, который у тебя есть. И, конечно, здоровья твоим деткам. Спасибо, близким. И мы ждём тебя в рейтинге. Да, да, да. Подтягивайся. Ну что ж, это была программа рейтинги звёзд. Увидимся в новых выпусках. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин